Привет, друзья! Я записываю это видео довольно-таки утомлённым после непростого дня. Этот день прошёл в общении с одним очень хорошим человеком, моим знакомым, и его маленькой дочерью. И то, что мы обсуждали, это как раз и было воспитание маленьких детей, и как нужно воспитывать маленькую дочь. Я очень люблю заниматься детьми, потому что, в первую очередь, очень люблю детей, да, ну и, скажем так, довольно неплохо справляюсь с детьми и разбираюсь, как это делается. И, в общем, у этого человека много вопросов было, мы всё это с ним разбирали, там действительно очень много проблем. И на примере этих проблем я хочу вывести и озвучить самую главную проблему воспитания. То есть, смотрите, например, какая проблема? Ребёнок игнорирует просьбы отца. Например, отец просит куда-то не лезть в грязь чистыми опрятными кроссовочками, не лезть в такую вот мокрую, скользкую какую-то грязь, которая налипнет комьями, ну, в общем, ужасную какую-то грязь. Дочь абсолютно игнорирует и всё равно лезет. То есть, хоть говори, хоть не говори. Либо мы находимся в магазине и дочь хватает всё подряд и всё, мы это покупаем и кладёт в корзинку. Отец просит, пожалуйста, не бери это. Дочь абсолютно игнорирует отца и просто продолжает делать, что ей заблагорассудится. Хорошо, это проблема. У проблемы есть решение. Мы отрабатывали там разные варианты, я предлагал разные варианты. И, в общем, даже вот серьёзно я так утомлён сейчас, что даже трудно это всё рассказывать. Ну, например, есть такой вариант, что пока дочь не начнёт нормально вести беседу с отцом, никуда не уходить вообще с места. Вот пока ей не надоест на одном месте. Вот она придёт и, ну, папа, ну пойдём куда-нибудь уже на новое место. А отец скажет, подожди, я 15 минут пытаюсь с тобой заговорить, ты меня игнорируешь. Пока мы с тобой не поговорим, мы никуда не пойдём. Что ты хотел, папа? Ты сейчас набрала лишних каких-то предметов, которые, ну, мы кушать это не будем, это нам не нужно. Ты неправильно себя ведёшь, давай с тобой разговаривать. То есть, нам вот это не нужно. Поставь это, пожалуйста, на место. Пока не поставишь, мы никуда не пойдём. Давай, пожалуйста. И вот так потихонечку, потихонечку. Это один из способов. И есть разные способы. Хорошо. Когда ребёнок лезет в какую-то грязь. Тоже есть разные способы. Например, один из способов это, как только ребёнок игнорирует просьбу отца туда не лезть. И просто вот не слушая, не оборачиваясь, всё равно лезет в грязь. Можно сказать, так, стоп, мы так с тобой не играем, мы уходим. И ребёнок сразу, эй, как это так? Ребёнок может плакать, но вы понимаете, одно дело, когда на ребёнка накинулись со страшными глазами и побили его по попе очень больно и очень сильно. Ну, это сильный уровень стресса. Это очень сильный уровень стресса. А другое дело, ребёнку сказали, нет, мы просто так с тобой не дружим, мы просто так вот уходим тогда. Ребёнок может плакать, но на самом деле стресса у него особенно никакого нет. Ну, то есть просто само возмущение, само недовольство. Как это так? Я делала всё, что хотела, а теперь я, ну, как бы не могу. То есть, как это меня бросают? И в качестве возражения она может устраивать истерику, но какие-то мамы сердобольные, да, которые очень боятся, что ребёнок будет плакать, они должны понимать, что на самом деле какого-то серьёзного стресса здесь вообще никакого не было. То есть, это абсолютно нормальный метод воздействия. Эй, ты чего, как это ты не слушаешься? Только не послушалась, сразу стоп, мы так с тобой не дружим, мы уходим. Нормально работает. Но я сразу предупредил отца, что если он переймёт этот метод, ну, этот метод другой, третий, вот как воздействовать на дочь, как только он придёт домой, это всё разобьётся и сломается об его супругу, которая замечательный человек и хорошая женщина. Я убеждён в этом, судя по всем рассказам, но это не будет работать. Почему? И вот здесь мы подходим как раз к самой главной проблеме воспитания. Дело в том, что оба эти человека, создавая семью, родив одного ребёнка, второго ребёнка и желая максимального добра своим детям, при этом не обладают самым-самым главным. У них нет проекта, каким они хотят видеть своего ребёнка. Понимаете? Чтобы решить какую-то задачу, нужно сначала понимать, ну, как сказать, задачу. Когда вы решаете, скажем, какую-то задачу, сначала у вас есть представление, что вы хотите получить. Например, нужен мост через реку. Вот есть река, нужен мост. И вы думаете, хорошо, то есть мне понятно, что нужна вот такая конструкция, по которой будут ездить автомобили. И вы уже думаете, как это осуществить? Как это сделать? Как опоры поставить? Как, вот если просто перекинуть такую штуку, она провиснет или могут машины проехать? Ну, вот вы уже думаете. Вы понимаете приблизительно, какой конечный результат должен быть. Когда люди воспитывают ребёнка, как правило, у них нет ни малейшего представления, каким именно ребёнок должен быть в итоге. То есть, вот чтобы в этих вопросах, вот чтобы он как говорил, чтобы он как себя вёл, люди не знают. Чтобы вот в этих вопросах, в этих, в этих, чтобы какая, какие идеи, чтобы у него были в голове. Люди не отдают себе отчёт в этом, они не знают. Получается, люди пытаются просто сделать, чтобы ребёнок был здоров. И просто пытаются сделать, чтобы ребёнок не плакал. Это приводит к тому, что ребёнок помыкает родителями, как хочет. У родителей есть финансовый достаток. Ребёнок говорит, хочу то, хочу то. Если не дают, ребёнок начинает плакать. Мама хочет, чтобы ребёнок не плакал. И она говорит, всё, 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 ладно, 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 купим мы тебе это, купим это, купим это. Это вырастают абсолютно избалованные дети, не понимающие, что такое труд, не понимающие, как устроена природа, не понимающие проблемы общества, не умеющие взаимодействовать нормально друг с другом, не уважающие чужую собственность и чужое личное пространство. В общем такие супер-супер эгоцентристы, потому что ни у кого не было проекта, какой должен быть в итоге человек, то есть ни у матери, ни у отца, им даже спорить не о чем, им даже, понимаете, то есть отец допустим скажет, ну нужно ребенка вот такому вот учить, то есть нужно вот так вот к ребенку относиться, ну вот побуждать ребенка вот так поступать. Спросит его, а почему, а зачем? Ну потому что так правильно. Почему так правильно? Ну не знаю. Ну чтобы он вырос, чтобы, чтобы. И вот все размазывается и расплывается. Никто не понимает зачем и что. Когда мы, например, в моем голосовом сообществе государства 3.0, когда мы проходим там последний логический зачет на именно построение алгоритмов для решения практических задач, там всегда начинается с того, что нужно сформулировать четко задачу. Какова конечная цель? То есть именно то, о чем я говорю, как в воспитании. Проект. Какой ты хочешь конечный проект? Вот в воспитании получается нужно сформулировать для себя, собрать в голове, каким должен получиться человек, а там получается мы начинаем с проекта, ну вот что именно нужно получить в конце. Например, деревянный табурет с квадратным сидением. И пожалуйста, когда есть вот этот конечный проект, человек говорит, вот кто-то у нас сдавал это. Он говорит, хорошо, нужна крышка стула вверх, квадратный. Нужны ножки, стула табурета. Стул это со спинкой обычно. Нужны ножки табурета. Потом нужны такие специальные перемычки между ножками, которые, как мне сказали, я сам не в курсе, как мне сказали, они называются царги. С буквой R посередине. Хорошо. То есть нужна крышка, ножки, царги и нужно их соединить вместе в правильном порядке. То есть финальный проект разбивается на подзадачи и потом эти подзадачи разбиваются на более мелкие подзадачи. Вот как сделать царги, как сделать ножки, как сделать крышку. И таким образом вот конечный проект человек анализирует, разбивает на подзадачи, на подзадачи и потом понятно, что нужно делать. Какие шаги нужно предпринять, чтобы вот это сделать, это, это и чтобы воедино это все собрать. А здесь получается у нас задача кого-то вырастить неизвестно кого, неизвестно зачем. И неизвестно каково предназначение этого человека и неизвестно, что ему потом делать. И как я уже неоднократно упоминал в своих видео и еще буду упоминать, был такой самый умный ребенок в истории, Уильям Джеймс Сайдис, которого отец просто по системе воспитал, чтобы ребенок с самого маленького возраста, чуть ли не с грудного, был суперинтеллектуальным. Просто суперинтеллектуальным. Чтобы он понимал математику, физику, химию, астрономию. Но он не дал ребенку смысла жизни. Он не научил его здоровой морали и философии, чтобы ребенок всегда знал, что ему делать, всегда знал, зачем жить, всегда знал, какие проекты и для чего делать. И человек просто мытарствовал и в 46 лет безвестно умер. Так и не нанеся никакой заметной пользы человечеству. И получается в основном все родители просто пытаются, ну вот они слышали, что, ну как бы они знают, что курить вредно. И они ребенку говорят, не кури, если что. Говорят ребенку, воровать нехорошо, нельзя воровать. Не надо людей оскорблять, не надо плевать в людей, не надо наступать им на ноги. И нужно более-менее вовремя ложиться спать. А если хорошо себя ведешь, тебе можно, допустим, в аквапарк сходить. Мы тебя возьмем в аквапарк через две недели, если ты будешь хорошо себя вести. И все. А что дальше, они не понимают, не знают. Поэтому, если ребенок, ну я думаю вы согласитесь, если ребенок игнорирует своего отца, вот отец пытается заговорить с ребенком, а ребенок его игнорирует. И просто бежит куда угодно, делает что угодно, ни в чем себе не отказывая. Хватает что-то, носится. Ему говоришь, а ну-ка иди сюда. А ребенок игнорирует. Его нельзя подозвать словами. Просто нельзя. Ну как бы, понимаете, я не преувеличиваю. А в смысле просто. Ты не можешь позвать ребенка. Ты говоришь, ну-ка немедленно иди сюда. Ребенок бегает, даже не оборачивается. Ему просто фиолетово вообще, что отец наизнанку выворачивается. Ребенок знает, что никто его пальцем не тронет. Все вкусное дадут. Везде гулять поведут, все купят. Можно вообще просто игнорировать отца. И все тебе будет все равно. Я думаю, вы понимаете, что это нехорошо. Но если отца научить, что вот так вот и так делай, чтобы это прошло. Получается, отца научили. А у матери все равно в голове, у нее же не появился никакой новый проект воспитания ребенка. Она все равно не понимает, как и зачем. Стоит ребенку заплакать, мать скажет, все, мне нужно только, чтобы ребенок не плакал. Я не знаю, кого я хочу получить, понимаете. Если, например, просто берем так от балды, просто с потолка, берем пример. Мама хочет, ну не знаю, чемпиона мира получить по прыжкам в высоту с шестом. Знаете, олимпийские виды, когда с шестом упираются в землю и там метров на шесть подлетают и вот через перекладину. Для этого нужно очень стараться. Для этого нужна дисциплина. Для этого нужно вот впахивать реально, на секциях там заниматься. И если вот матери очень принципиально нужно получить вот такого ребенка чемпиона, она будет говорить, мне пофигу, что ты плачешь. А ну-ка занимайся, а ну иди на секцию. Не важно, тиран, мама не тиран. Я сейчас в принципе говорю, да. Если у мамы такая идея фикс, то она будет говорить, мне пофигу на твои слезы. Иди и становись чемпионом. Если же проекта нет, то непонятно зачем и как, какие методы применять к ребенку. Главное, чтобы не плакал. Поэтому ребенок пробует все методы, чтобы его не напрягали. Ребенку же нравится бегать, всех игнорировать, а тебе потом все вкусное все равно дадут. Как только кто-то пытается изменить этот порядок, вот что я и говорил, допустим, я отца научу это делать, сегодня такое и происходило. То есть как только попробовали новые методы, ребенок сразу, как в фильмах вор-медвижатник, который вскрывает сейфы, пробует сразу, достает такую связку ключей и отмычек. И пытается каждую по очереди подобрать, чтобы вернуть ситуацию обратно. Это прямо было видно, как по учебнику. Мы прямо аж немножко улыбаться хотелось. То есть как только ребенку говорят, а ну не делай так, а то мы тебя оставим, не надо, а то мы не дружим с тобой, а то мы не будем с тобой гулять. Ребенок сразу же пробует включить истерику, плакать. Когда на истерику не реагируют, ребенок пробует, пробует, видит, не реагирует. Прекращает истерику и говорит, я срочно хочу домой. Ребенку говорят, ну извини, пожалуйста, но мы же договаривались, что нам нужно в магазин, нам действительно нужны продукты, чтобы кушать. Это не шутка, это не против тебя спланированная акция, а нам действительно нужно в магазин и мы все-таки пойдем в магазин. Ребенок не работает. Мне срочно нужно в туалет. Прости, пожалуйста, ты вот только что была дома, ходила в туалет. Ну, прости, но как бы мы тебе, во-первых, не верим, что ты хочешь сейчас в туалет, а во-вторых, там, куда мы идем, в этом здании, есть как раз и туалет. И это не очень далеко, то есть мы скоро туда придем. Поэтому тебе стоит лишь немножко потерпеть, и там туалет, и все нормально. Поэтому давай просто продолжаем идти туда и сходишь там в туалет. Ребенок, у меня болят ноги, срочно. Ну, подожди, ну, у тебя только что не болели ноги, и вдруг они у тебя срочно болят. Ну, как бы, но мы только вышли, и ты не больная, а здорова, ты выспавшаяся и отдохнувшая. Как бы мы, прости, пожалуйста, но это как-то неправдоподобно, что у тебя болят ноги. Давай мы все-таки продолжаем идти. И вот ребенок вот эти ключики все ищет, 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 подбирает. И вот отец понял, как это работает, и он говорит, ну, хорошо, я понял. И ребенок эти ключики поподбирал, видит, не работает. И, ну, ладно, попробовала еще пахныкать, но видит, что не работает. И, ну, ладно, идет, смотрит так, тут птички, тут деревья, тут что-то интересное. Так, магазин, хорошо, пришли, эй, все, весело, бегает, все нормально. С нами общается нормально, никакой травмы, никакого шока, никакого стресса. Абсолютно в глаза смотрит, и я очень внимательно к такому отношусь. Если у ребенка засядет какая-то травма, что вот этот дядя, ну, вот, обидел, и от него страх какой-то исходит, ребенок не будет смотреть в глаза. А когда она, ну, все нормально, вот, ну, смотрит такими доверчивыми, наивными глазами, это значит, что никакой травмы, никакого шока у нее нет, она нормально может общаться. Просто она там пробовала методы воздействия, да. Вот папа уже понял, как это работает, он может теперь это применить. Но в присутствии своей супруги он не сможет это применить. Потому что ребенок достанет арсенал вот этих отмычек и ключей, попробует первую же отмычку, слезы, попробует громкую истерику, и мама скажет, что? Нельзя, чтобы ребенок плакал, все, что ты хочешь, все, сейчас все дам, все дам, все сделаю, все. Нет проекта. Если бы мама растила чемпиона, да, сказала бы, не смей плакать, иди занимайся. Ну, теоретически, ну, вот, примерно условно, да, как я сказал, это с потолка взятая, отбалдовая, выдуманная цель какая-то. Мы сейчас не говорили конкретно о воспитании спортивных детей. Поскольку никакого проекта нет, просто нужно, чтобы ребенок не плакал, поэтому все ребенку с рук сойдет, все ребенку дадут, она все равно будет манипулировать, а папу я сразу предупредил, что я могу тебя научить этим методом, но твоя супруга привыкла к тому, что вы живете вот как-то так, у вас там есть немножко расхождение по поводу, как с ребенком взаимодействовать, но в целом примерно уже какая-то вот картина сложилась, как вы это делаете. Если сейчас я тебя научу одному методу, второму, третьему, четвертому, за несколько дней мы ребенка перестроим на новый способ бытия, ты приезжаешь домой, и ребенок помнит, что это же мама, с ней вот эти вот старые паттерны поведения прокатывали, сейчас попробуем, достает первую же отмычку, с мамой это работает. Получается, если отец настаивает уже на новом способе бытия, моментально происходит раскол в семье, моментально. То есть получается, как должна супруга себя чувствовать? Вот муж уехал с дочерью, приехал, и он полностью с дочерью ведет себя по-другому, у него в голове загружен целый новый пласт информации, который ей, это только надо как пары в институте, это ей нужно садиться и неделю с конспектом заниматься, и нужно вникать, и нужно осознавать, как это, практику пробовать, не с первого раза получится. А отец, понимаете, он же тоже, он только едва-едва научится сам это применять, это же не значит, что он научится красиво это преподавать. То есть не факт, что при всем желании это ей объяснить, что он вообще сможет правильно преподать. Возможно, сам сможет делать, а преподать не очень. И все, получается, жена видит, что ребенок с ней вот начинает сразу очень громко плакать, и она все-все-все, я тебе все сделаю. А отец говорит, стоп, нет, так нельзя, нужно применять какие-то методы. У нее же нет проекта воспитания. И она спрашивает, с какой стати нужно применять эти методы? Он говорит, ну потому что. А почему? Ну, то есть эти методы просто позволяли сделать так, что ребенок не игнорировал отца. Эти методы просто позволяли, чтобы ребенок все время вел беседу с отцом. Эти методы просто позволяли, чтобы все время было взаимоуважительное общение. Но к какому конечному проекту это ведет, у отца у самого в голове не сформировалось. Потому что у него и не было этого проекта. Я могу только подсказать методы, но я же не навяжу чужим людям, кого именно они должны воспитать из своего ребенка. Ну, как бы извините, ну я могу, если вы меня спросите, я могу предложить, но это только оба родителя в состоянии полного согласия должны спрашивать у меня одновременно, просить, если попросят оба одновременно. Я могу предложить так аккуратно, ненавязчиво. А так вот, ну общаясь с одним родителем, я начну навязывать. Ну, я же понимаю, что это раскол в семье. Я не буду просто этого делать. И получается, у отца все равно конечного проекта нет. Он только выработал способы, как общаться с ребенком лучше. И пока это было вот с ним и со мной, получалось управлять ребенком. Но с мамой прокатывает истерический плач. Поэтому дочка просто съезжает на прежний уровень бытия, где ей все можно. И плачем она конкретно управляет мамой. И все. А мама говорит, я ничего не знаю, у меня дочка плачет. Все, резкий конфликт с папой. И ну реально раскол в семье. Поэтому, ребят, прежде чем в семье появился, ну прежде чем в семье появится какой-то внятный проект, каким именно должен быть ребенок, пока родители не согласятся друг с другом, какой в итоге должен быть ребенок, бесполезно заниматься осваиванием вот этих методик воспитания. Вот отец там что-то понял, да, мать может быть не поняла, а может быть поняла, но не понимает зачем это. Ребенок пробует поплакать. Ей жалко, она не может себя превозмочь. Ну вот все, ребенок плачет, все, мать сдается. Она сдастся, все матери сдаются. И все это возвращается все равно в эгоцентризм ребенка, все равно ребенок не будет нормально воспитан. Поэтому, ребят, методики есть, и они работают, и им легко научить. Научить можно за два дня очень хорошо, ну скажем так, одному методу можно за два дня научить, второму методу за два дня, третьему методу за два дня. То есть за пару недель взаимодействие родителя и ребенка может очень сильно преобразиться. И, ну пожалуйста, если кому-то сильно надо, без проблем могу помочь. Но, вы уже поняли, чтобы это работало, должно быть полное согласие обоих супругов, и они должны понимать, кого они хотят получить из ребенка. Кого. И вот тогда, при полном согласии, когда они оба проникаются, и понимают, как именно это работает, и почему нельзя по-другому, вот тогда они вместе начинают вести себя по-новому. Ребенок ощущает, что по-старому уже не прокатывает. Старые ключики и отмычки, вот эти, как истерический плач, я хочу в туалет, не работают больше. И тогда ребенок понимает, что, как по Толкину, мир изменился. И все. Вот тогда ребенок переходит в новый режим бытия, и все, живет уже в новой реальности. А пока муж, жена, порознь, проекта нет, согласия нет, никто не понимает, зачем эти методы применять, а ребенок истерит, ничего не получится. Поэтому, ребят, самая важная проблема воспитания, это иметь, ну, то есть, самая важная проблема заключается в том, что у родителей нет четкого представления о том, кто в итоге должен получиться из ребенка, и что еще и между родителями нет согласия об этом, даже если начнут обсуждать, нет согласия. С этого нужно начинать. А методы, как этого добиться, все есть, и все это легко и быстро. Подумайте об этом. С вами был Торвальд. Пока. Субтитры создавал DimaTorzok